И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия по Метро Рояль, и сегодня, как обычно, ваша самая любимая рубрика, а именно выживание голым соло. Поэтому всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает, и конечно же не забываем про подписку на канал, ведь нас уже почти 25 тысяч человек, что просто ну не может не радовать. А мы начинаем? Погнали! Друзья, сегодня я бы хотел вам рассказать об отличном магазине Метро в Телеграм, который является одним из самых лучших и славится не только низкими ценами, но и отличными сопровождениями с очень хорошим результатом. Также буквально вчера у ребят было понижение цен, а еще сейчас идет огромный розыгрыш на 15 призовых мест, с которым вы можете ознакомиться прямо у них в магазине. Ну а для вас у меня есть промокод ZERBIN10, использовав который, вы можете получить скидку целых в 10%. Поэтому всем приятных покупок, ссылочка, как обычно, находится в описании под роликом, ну а мы возвращаемся обратно. Погнали! На, с самого начала у нас прям все не по плану пошло. Мало того, что паренечек убежал, так теперь еще за нами бот гонится, и нам вообще не надо, чтобы он по нам стрелял. Потому что мы тупо спалимся, а парень уже буквально где-то за горькой находится. Так, первые звуки выстрелов. Оу, так он даже не голый. Я почему-то, когда стоял на респе, смотрел в прицел, и мне показалось, что он прям вообще без одежды. Так, розовый лучик. О, вот это я понимаю начало. Неплохо так, в первую минуту боя получить сразу нормальный бронежилет и неплохое такое оружие. Так, а по кому у нас тут паренечек-то зажимал? Он же, по идее, прям вообще с этой стороны горы должен лежать. Выстрелы прям очень сильно слышно было. Да, все-таки не работает этот лайфхак. Починкой брони. Кстати, огромное спасибо, ребят, тем, кто вчера писал, почему может такое быть и почему у меня броня не чинится. Но все-таки решил еще раз перепроверить. Но, видимо, правда, надо заходить с убитой броней и чинить ее в начале катки. Хотя пару раз у меня получилось прям посреди боя. Что это сделать? О, так вот, видимо, по кому тот чувак-то зажимал. С МКХи. Поэтому, наверное, и выстрелы было так сильно слышно. Он, по идее, находится с этой стороны горы и можно сейчас по нему зажать, если он там же. Ну, кстати, да. Его прям очень хорошо отсюда видно. Вот он бы еще лег. Вот, например, сейчас. Так, попадание первое есть. Правда, лучше было бы, если бы мы его забрали, но, тем не менее, я хотя бы отсюда дотягиваюсь по нему стрелять. Может быть, он еще тогда высунется? О, готов. И причем как раз с двух попаданий в голову. То есть тело плюс две головы. Видимо, тоже далеко не самый голый паренек был. Неплохо. Грубо говоря, начальные респы, которые вокруг нас находятся, мы только что закрыли. Теперь можно спокойненько лутаться и бежать уже прям прямиком к центру карты. Правда, вот дальше безгранника пойдем, но я надеюсь, что он больше сегодня не понадобится. Я его так, чисто в довесок в начале боя взял, чтобы чисто по стоимости пройти на третью карту. Вау, какой странный звук был, попадание в голову. Что-то каждый раз попадание в голову вообще по-разному. То буквально вот на днях было как по кастрюле, как будто бьешь ложками, то теперь вообще непонятно что. Так, опять розовый лучик. Хоть бы МК-шка высшего. Ну, в принципе, этому я тоже рад. Потому что бывает, иногда ты открываешь ящик, а там просто патроны зажигательные. А тут на тебе, четвертый стальной шлем, еще и пятый рюкзак. Ну ладно, видимо паренечек тут все респы закрыл, поэтому, наверное, дальше побежим. Или не побежим. А что у нас тут за МК-ха? И что там за обвесы на ней стоят? Оу, они еще и не самые дешевые. Блин, ну так-то по идее можно прицел кинуть на грозу. МК-ху, конечно, не брать с собой, а вот обвесики я бы, наверное, забрал. Или вообще бы всю МК-шку целиком взял. Почему нет? Или же все-таки обвесы только скинуть с нее? Ну-ка, хватит места, нет? Ага, понял. Места не хватает, ладно. Не знаю, почему тот парень не стал эту МК-шку брать. Все-таки вот даже такие обвесы, и то неплохих денег стоят. Ну и плюс мне они всегда вообще нужны. Потому что я в основном только с МК-шками и играю. Ладно, тут мы закончили. Двигаемся дальше. Погнали. О-па-чки. А у нас кто-то босса убивает на школе. Как я прям вовремя-то на эту гору пришел. Как раз сейчас можно спокойненько занять позицию и постараться накидать по пареньку. Блин, правда паренечек вообще закрытый. Но может быть он все-таки вылезет. Или попробовать его на мосту забрать. Когда он перебежку будет делать. Боже, в основном убегает хилиться. И как раз на этом моменте подловить его попробовать. Так, где паренечек? Ух. Прям как профессионал зажал. Всего лишь два попадания с целой обоим и патронов. Блин, ну ладно. За чем-то за огромное расстояние и маленькую кратность прицела. Походу все-таки он забрал босса. Ну ладно. Все равно он у нас под прицелом, грубо говоря. Оу, а это еще кто у нас тут? Так, вижу. А от кого он там стоял? Капец, я вот так не люблю эти моменты, когда приходится воевать сразу на два фронта. Оборачиваюсь и вперед, и назад. А, вот он паренек. А, даже так? Прикольно. Это какой уровень прорисовки должен быть, чтобы без прицела машина у нас не отображается? И мы парнишку прям спокойно видим. А в прицеле у нас появляется машина, и по нему даже не пострелять. Странно. Но, блин, что вот теперь делать? Нам получается и за ним надо смотреть, и еще и сзади паренька на школе чекать. И, по-моему, кстати, он свалил. Все-таки пропустил я этот момент. Лишь бы он тот наш трупик не залутал около недостройки. А так, ладно, пусть бежит, если хочет. У нас тут, вон, поинтереснее есть дело. Надо как-то парня со школы забрать. Вот это уже прям вообще другой разговор. Правда, я понятия не имею, зачем он там лег. Но самое главное, мы его забрали. И теперь быстро-быстро можно бежать и посмотреть, что нам выпало с него. Потому что все-таки там мало того, что его лут есть, так он еще и только что босса убил. И, скорее всего, что-то интересное выпало. Самое главное, успеть. Потому что еще и скоро уже временные боссы появятся, на которого я тоже хочу очень сходить. Все-таки голый в соло. Тут надо прям вообще за каждую возможность цепляться, чтобы максимально крутые вещи получить. Ого, как далеко. Аж на бараках. Блин, ну ладно. Нам-то, по идее, так и так по пути. Трупик-то паренька еще на рожке теперь остался. Надеюсь, никто не залутает его. Блин, хоть бы еще и флайер выпал. Тогда было бы прям вообще максимальная удача. А, ну да, выпадет тебе флайер. Вот когда не надо, их прям куча. А когда надо, их нету. И, кстати, парень-то красный. Вот это я понимаю. Привет, шестой шлем. Все. Грубо говоря, мы теперь прям вообще по максимуму залутаны. Ну, почти по максимуму. Грубо говоря, мы зашли-то вообще голыми. А теперь у нас есть шестой шлем и почти пятый сет. Еще бы шлемак был, тогда точно был бы. Пятый фулл сет и шестой половинка. И, кстати, опять такая же история, как в начале боя. Дико дешевое оружие, но зато неплохие такие обвесики. Не знаю, смысл пареньки вот так делают. Тогда бы уж брали хотя бы синюю эмку или улучшенную. Я знаю, что улучшенных эмок вообще у игроков куча одно время было. Так. Сам ценное залутали. Тут у нас. Ну, кстати. Видимо, ему еще какая-то пушка неплохая выпала. Но все-таки он не стал ее брать. Точнее, поднял, но она из него не выпала. Ну и да ладно. Я думаю, пора двигаться дальше и обыскивать трупик нашего паренька. Погнали. А, он всего лишь фиолетовый. А это, видимо, наш паренечек, которого мы только что пытались забрать, но не забрали. О, а что за баг? А почему у меня на мутанте сразу два обвеса стоит? Когда там один обвес? Уже, если честно, второй раз такое вижу. На днях буквально поднял бронежилет четвертого уровня, который светился сразу тремя розовыми штучками. Ну, типа три розовых пластины. Но по факту в нем ничего не было. О, и еще один готов. Блин, сегодня прям вообще максимально удачное и классное выживание. Все перестрелки прям вообще на изи даются. И еще и луть с них падает прям очень даже шикарный. Этот паренечек, получается, тоже не успел толком босса залутать. А, что? Шестой бронежилет еще и с тканью? В незалутанном трупе? Не, вот теперь сто процентов. Кто-нибудь да напишет постанова. Вот сто процентов уверен в этом. Ну, серьезно это? Это что тут могло такое произойти? Чтобы просто не залутали труп, в котором лежит шестая броня. Еще и не самая обычная, а именно кобра. Еще и с тканью. И просто с огроменным количеством зажигательных патронов. Да. Все-таки режим метро умеет удивлять. И делает это прям очень даже хорошо. То у нас парни отлетают с пары попадания, а с них шестые шлема падают. То, блин, трупы не залутанные. Я так в прошлом сезоне порой МК-шек высших находил. Но в этом сезоне, это если честно первый раз такое. Так он получается босса только-только убивать начал? Я-то думал он его уже закрыл. Думал сейчас прибегу, залутаю по-быстрому и сразу на бараке. Раз тут недалеко. Так, босс готов. Начнем, как обычно, теперь с оружейного ящика. Потому что неохота будет далеко, в принципе, до выхода бежать. Но если второй босс появится также рядом у бараков, то это прям вообще шикарно. Наш день. О, вот про что я вам говорил только что. Вот опять показывает четвертый бронежилет, в котором стоит один отбез, и вторая ячейка светится цветом фиолетовым. То есть, как бы, по идее, там, а-ля что-то стояло или стоит. Я не знаю, как это объяснить. Но вот я сто процентов уверен, мы его сейчас поднимем, и он будет пустой. И в нем будет всего лишь одна подсумочка стоять. Ой, что я сделал? Зачем я случайно скарельку подобрал? Блин, ну вы просто посмотрите на это огромное количество обвесов, которые у нас с собой есть. И, кстати, вот про что я вам говорил. Подсумок стоит, а второго обвеса нет. Хотя изначально там что-то светилось. И вот то ли игра баганулась, то ли еще у кого-то это есть. Но буквально уже последние, так, дня 2-3 я вот такое замечаю. Когда ты поднимаешь броню, она пустая, но светится почему-то с обвесами. С чем связано, вообще неизвестно. Опять фиолетовый. Блин, вот интереса ради, нам сегодня что-нибудь в принципе выпадет классное с боссов? Потому что сколько мы их уже залутали? Получается 2. И оба, по сути-то, не путевые. Ладно. Двигаемся дальше и забираем следующего босса. Погнали. Так, бот готов. Где второй? А, ну да. Сейчас бы еще бот... Как-то слабовато, вот он проходит. Вот этих боссов вообще фиг поймешь. Опять фиолетовый. Блин, ну так не честно. И причем с каждого босса, по-моему, падает все хуже и хуже. С этого вообще один лишь шлем, по сути, выпал из толкового. Ладно. Последняя надежда, последний босс. Как раз там и выход рядом. Погнали туда. Ну что, последняя надежда на хороший лут. Хотя, в принципе, мы и так очень даже много подняли, но... Лишним не будет. Да ладно, еще и бот согрелся, а? Как же я все-таки не люблю этого синего бота. Да? Вы бы знали. Опять фиолетовый. Ну да. Ну, кстати. Тут хотя бы берил. Берил уже, в принципе, можно отнести к плюс-минус нормальному луту. Потому что нет-нет, да я все-таки играю с этой пушечкой. И, в принципе, он меня очень даже устраивает. Довольно-таки неплохое оружие. И с ним можно уже людей убивать. Ну а так... Блин. Ну сегодня прям очень странный, но прикольный заход. Мы вроде бы как и кучу-кучу луту подняли. И, в принципе, шестой бронежилет нам вообще на халяву достался. Ну и обвесы. Если честно, такого количества обвесов у меня давненько с собой не было. Но, тем не менее, выживание можно считать, ну просто ультра успешным. Ведь буквально с нуля, имея одно лишь оружие, мы подняли настолько крутой лут, на который некоторые игроки умудряются копить по 2-3 дня, играя на первой и второй карте. А мы это всего лишь за 20 минут сделали. Ладно. Теперь помчали к выходу. Ну что? Вот, в принципе, и все. Последние секунды боя пошли. И мы как раз-таки выходим из этого матча. А это значит только одно, что, к сожалению, данная серия подходит к концу. И поэтому всем, тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забываем про лайк под видео и коммент под роликом. И подписочку на канал. Добьем все-таки 25 тысяч на канале. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Пока.